Применяемый в ходе боевых действий во Вьетнаме гранатомет М-79 показал свою высокую эффективность, однако были и недостатки. Самый значительный – низкая практическая скорострельность, что обусловлено тем, что М-79 – гранатомет однозарядный. В качестве решения проблемы повышения скорострельности служащие на базе ВМФ США «Чайна Лейк» Альфред Ф. Кермаде Альфред Кермот предложил в 1967 году логичный выход – вместо однозарядного гранатомета сделать магазинный, с помповым перезаряжением. Фактически увеличенный в размерах дробовик Реминтон 870. С технической точки зрения гранатомет «Чайна Лейк» представляет собой магазинное оружие с помповым перезаряжением посредством подвижного цевья. Запирание ствола осуществляется качающейся в вертикальной плоскости личинкой на два боевых упора, запазы в ствольной коробке. Ударно-спусковой механизм ударникового типа. Питание осуществляется от подствольного трубчатого магазина емкостью 3 гранаты 40 на 46 мм. Прицельные приспособления. Мушка с развитой боковой защитой и гранатометной цели крамочного типа рассчитаны на ведение огня на дистанции 75-400 м с шагом в 25 м. Благодаря широкому применению алюминия, гранатомет «Чайна Лейк» весит относительно немного – 3,72 кг без гранат. Однако именно применяемый материал стал одним из недостатков. Мягкий алюминий деформировался при интенсивном использовании. Кроме того, надежная подача гранаты на линию ствола была возможна лишь при использовании осколочно-фугасных гранат сферической формы. Дымовые, осветительные и гранаты, разработанные для индивидуальной защиты гранатометчика, со стреловидными поражающими элементами, утыкались в патроник. Всего было выпущено 24 таких гранатомета. Во Вьетнам гранатометы «Чайна Лейк» поступили практически одновременно с подствольными гранатометами КСМ-148, которые оказались гораздо более практичными и задали направление дальнейших работ, в результате которых появился подствольный гранатомет М-203. Однако на этом история не закончилась. В 1992 году некто Сэмюэл Хилленбург, оружейный историк, получил возможность ознакомиться с конструкцией гранатомета «Чайна Лейк» в музее, после чего совместно с мастером Брайаном Фаучи начал разработку обновленной версии гранатомета. В 2003 году они нашли инвестора в лице писателя и большого фаната огнестрельного оружия Монти Минденхола и основали компанию Trident Enterprises Limited. Новые гранатометы Trident China Lake отличались не только применением более современных сплавов и технологий, но и дизайном. Так окно для заряжания было увеличено, чтобы потреблять гранаты 40 на 53 мм для автоматических гранатометов, деревянный приклад уступил место регулируемому прикладу по типу М4, а по всей длине в верхней части разместили направляющие типа Пикатинни для установки коллиматорных, оптических или иных прицелов. Всего было выпущено 9 таких гранатометов, проданных на коммерческом рынке, и еще 10 гранатометов. В рамках контракта с компанией Avartronic USA в 2007 году основного поставщика подствольного гранатомета М203 в войска. Тогда был объявлен конкурс на многозарядный гранатомет для армии США, и Avartronic USA объявила о заключении контракта на 500 гранатометов. Впрочем, в итоге военные остановили выбор на южноафриканском гранатомете револьверного типа Milker M32. В результате патентного спора между Trident Enterprises Limited и Avartronic USA все 10 контрактных гранатометов были уничтожены. Так 40-мм помповый гранатомет второй раз потерпел поражение. Стоит отметить, что гранатомет China Lake иногда ошибочно называют X-41, однако X-41 это совсем другой гранатомет, разработанный совместно компаниями NOS Louisville и Picatinny Arsenal в 1995 году и оставшийся опытным образцом, выпущенным в единственном экземпляре. Из отечественных аналогов стоит упомянуть гранатомет GM-94, не имеющий мировых аналогов, который, однако, по архитектуре более близок к ружью RMB-93 с верхним расположением магазина и подвижным стволом. Тактико-технические характеристики. Применяемый боеприпас граната 40 на 46 мм. Вес без гранат 3,72 кг. Длина 875 мм. Длина ствола 368,3 мм. Начальная скорость гранаты 76 метров в секунду. Практическая скорострельность 30 выстрелов в минуту. Эффективная дальность 350 метров. Максимальная дальность 400 метров. Емкость магазина 3 граната. Друзья, если вам понравился данный выпуск, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии под видео, это мне помогает совершенствовать свой канал и находить более подходящую для вас информацию. Субтитры создавал DimaTorzok